Одному из старейших предприятий столицы, Чебоксарскому хлебозаводу номер один, исполнилось 85 лет. Как прошло торжественное мероприятие, вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. До завтра. На что способны наши мастера? Вот так и каждый выражает свое чувство на этом каравае. Вот это любовь к труду, самое главное. Не у каждого получается. Как из маленькой пекарни в 15 человек с исключительно ручным трудом вырос огромный завод. Директор Чебоксарского хлебокомбината номер один Елена Бадаева рассказала нам, пожалуй, главные рецепты этого. Эта история началась 2 декабря 1934 года. Тогда Чебоксарский городской совет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов принял решение. Под хлебопекарню предоставить помещение закрытой Покровской церкви. Население столицы, которое еще недавно было маленьким уездным городом, стремительно росло. К началу Великое Отечественное предприятие уже называли главным кормильцем Чебоксар. От него зависело поступление в магазины хлеба для выдачи по карточкам. Затем были непростые послевоенные годы, перестройка, когда нужно было сохранить производство. А потом в условиях конкуренции выйти на новый уровень. Сейчас на прилавке магазинов хлебзавод номер один ежедневно поставляет более тысячи наименований продукции. Здесь постоянно работают над ассортиментом. Покупатели стараются привлечь разнообразием, а еще качеством. Один из главных принципов директора Елены Бадаевой, которая руководит хлебзаводом уже 35 лет. Никаких искусственных улучшителей вкуса, только натуральные продукты. С каждым годом у вас показатели, несмотря на жесткую конкуренцию на потребительском рынке растут. Мы бывали неоднократно на производстве, смотрели, как меняется технология, как технологи применяют современные инновационные технологии с уже не ручным управлением, а с наименьшим участием человека. Внедряя современные технологии, тут помнят про традиции. В трудовых книжках многих сотрудников за весь 30-летний стаж только одна запись. Чебоксарский хлебзавод номер один. Продолжение следует...